книга открытым оком том 23 вопрос 3514 тема царство небесное рай евангелие от мотфея 25 глава 37 стих тогда праведники скажут ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили когда так на суде страшно будут говорить безбожники то тут понятно они не верили в бога во имя христа ничего не делали потому не видели его и не узнали но как это же самое могут говорить те которые все делали ради иисуса ожидали встречи с ним чай лицарства и жизни будущего века и вдруг такой же вопрос как будто они его вообще не знали в ушедшей жизни поясните вопрос по телефону из центральной россии отвечает игнать тихонович и лавкин апостол павел так это поясняет первое послание коринфянам 13 глава 12 стих теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь зная от счастья а тогда а тогда познаю подобно как я поздно и иоанн вводит нас в тоже удивление 1 иоанна 32 возлюбленные мы теперь дети божии но еще не открылось что будем знаем только что когда откроется будем подобны ему потому что увидим его как он есть говоря о суде божием когда все человеческие подуги 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 определить участь людей через анафемы и канонизации будут вовсе не нужны и за них еще спросится как предвосхищающих праведный суд божий павел еще раз напоминает что наши субъективные мнения вовсе могут и не быть объективными упор делает на высоту веры и даже вера это еще не видение собственными глазами 2 коринфянам 5 глава седьмого по десятый стих ибо мы ходим верою а не видением то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и во дворица у господа и и потому ревностно стараемся во дворя если выходя ли быть ему угодными ибо всем нам должно явиться предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое помолившись утром мы просим благословения у бога и просто невозможно постоянно помнить воочию видеть в каждом на ком ставим печать нашей доброты конкретную личность христа которого еще и не видели ни разу да и трудно совместить реальную личность иногда чем-то нам и не симпатичную с иконным ликом христа а иконные вовсе даже и не похож на настоящего христа добро делали кому-то какому-то туперкулезнику зэку сотлевшие старушонки врагу нашему непримиримому и вдруг проигранные вспять кадры нашей жизни на суде покажут быть может как под жесткими формами насущного грешника в наличии окажется расплывчатый образ друга нашего и брата христа иисуса и этот образ все ярче будут проявляться и другая личность уже будет показана под той вшивой хламидой нищего и бродяги и взаховется душа так и там и тут был ты подобное и в силах изложен и подобное и в стихах изложено и у писателей как ожидая христа женщина мыла и скребла полы генеральную уборку устроила торопясь успеть до обещавшего сегодня прийти к ней иисуса и отвергла днем и нищего и женщину с ребенком и мальчишку беспризорника ей некогда она я некогда она ждала дорогого христа и только во сне она увидели и только во сне она увидела его и услышала что он сегодня приходил к ней трижды и она его так и не приняла не накормила не успокоила не обогрела кто-то было слез и то ли еще будет да не будет того с нами второе послание коринфянам 6 глава 2 стих ибо сказано во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе вот теперь время благоприятное вот теперь день спасения подобно вспышки в черноте ночной зигзаге молнии таинственной и грозной так откровения божии их получит мной и авраам к закату дней так поздно и раз за разом через сотни лет распарывают темень верхоглядства с горы синаиской из пустыни след обетование подкладывают ласки гремят пророчества и совесть будоража царей клеймят священство обличают избранники вступают в бой бесстрашно и источают гневные колчаны те стрелы пущенные на царя хава гремят на нынешних правителей безбожных грабителей князей таких нахальных и редко-редко моросящий дождик под крышкой библии в едином переплете запас энергии на сотни лет вперед лекарства для души конечно и для плоти и издали той господь слезу отрет открою библию с молитвой постучусь к событиям пророческим видением и сразу вспышки из далеких туч пророк свои лохмотья нас оденет и не таясь незримый для тогдашних их воплощение зырю как на экране по женской линии не прекращались шашни к язычникам к язычницам тянулись так упрямо шуршат страницы об ушедших скорбно по строчкам стежкам опущусь к ушедшим не любопытство ради для вопросов торба сравнить какой же выход мне нашепчут и каждый раз закрывший книгу книг наученный измученный сочувствием к себе тем больше пользы чем серьезней вник их светом осиянный избегну многих бед 13 сентября 2007 год игнатий лапкин